все приветствую на своем канале сегодня мы поговорим о том как получить много поводки и также ремней то есть на память как много многих мучает вопрос где столько игроки берут и мне где столько берут проволоки посмотрите на вот это вот это количество ремней посмотрите на почти целый сундук почти целый сундук и не вообще нам нужны для чего чтобы собрать пыточные стулы чтобы обменивать у купцов с кимитар за 100 кремней ребят но ответ достаточно простой вы бегаете просто на локации 2-3 че по сундучки также еще проволока проволока нам нужно для того чтобы фармить точнее не фармить а это крафтить пернач крафтить пернач бастард в общем оружие понимаете может еще фальшон я не помню как он там изготавливается по моему тоже вроде с помощью проволоки давайте глянем на всякий случай да действительно фальшон также наверное крейдмейсер да совершенно верно крейдмейсер но крейдмейсер не надо крафтить 20 железо железо это это невыгодно так отправляемся мы с вами на ночной схрон сегодня тоже будем ловить отшельника я вам скажу как все это легко фармить как пройти вообще три черепа если вы идете фармить там например сундучки внимание посмотрите этот ролик и поставьте обязательно лайк если вам конечно понравится а также подписывайтесь на канал присоединяйтесь к нам выживать будем вместе в глубине среди изгнанников среди чумы будет весело вот взял осветок также контроля для того чтобы отшельника поймать мало ли может быть он здесь есть даже а уточка нам церкви нанес да да наверно а может и нет не показалось у ночной строй есть подали вот отведение сразу прям достаточно все легко и просто оказалось прям сразу ой надо было не эту способность поставить эх я это тупанул тупанул на бывает нет он нам не дал короче лан давайте с вами пока посадим предлагаю тогда вот так сделать сейчас сами все увидите как легко я я обычно бывает с двух локаций около 100 к проволоки фармлю ремни где-то 10 но и мне я уже не фармлю поэтому просто хочу вам показать сколько примерно ремни мы ухты блин какой там мощно удар там 3 отлично отлично вот это хорошая книжечка а чё нам надо смотреть 4 гвоздя все надо по идее все забираем мы конечно так переодеваемся обратно идемте дальше с вами фармить сундучки как вы видите там погусь и обязательно пока ничего такого особенного еще не было но так ладно давай за работу второй сундучок фармим я защитную стойку зачем-то взял ухты ё-моё опять фальшон ё-моё и он как раз у меня 4 вот она ухты блин так пока немного другое падает я не ожидал что будет такой а давай по красоте лютовок ну ладно лютовок давай ко мне так понятно вот это я зря сделал конечно будет эпично если я упаду случайно волк у меня конечно же убежал до ночи еще остается делать просто внимательно посмотрите этот ролик пожалуйста сейчас сами все увидите сколько ремней можно на локациях 2-3 черепа зафармить вот вам и проволока вот вам и ремень проволоку мы конечно же забираем ремни я не забираю просто один ремень пусть здесь полежит отдыхает так с этого начнем вот так вот сделаем оружие мы тоже окупаемся вот я так это уже посерьезней паренек а давай опа опа такое знаете опасненько было немного вот вам гвозди у рыцарей гвозди есть но речь шла немного не об этом где же все-таки ремни фармить сундучка ответ простой сундучка но для этого вам требуется каждый день память несколько раз в день точнее вот уже ты или меня получается и 5 проблоки для этого вам понадобится очень долго фармить 3 черепа то есть не один раз в день а хотя бы 5-6 раз в день ну точно мне кажется вот где-то так примерно и желательно ночные схроны желательно то есть ночью приходить сюда желательно ночью потому что видите мне вот книжки выпали книги падают то есть все есть все достаточно справедливо ремни я не буду все-таки брать но зачем они мне здесь должен быть еще сундучок повыше где-то я вот уверен только что-то я пока его не вижу мишку вижу тоже а вот-вот-вот два сундучка видите давай камни уж маргин шторм это очень хорошее тоже оружие но такое мягкое давайте еще 20 . мощный удар спасибо большое том 3 наконец-то а то уже вообще давно не падал это может ну да мне всего два раза вот и овес дали смотрите опять и не имеет уже 5 ремней посчитали до 0 нет 4 5 5 5 ремней ну вот за одну локацию получается две локации это уже 10 где-то ремней все достаточно легко и просто проволока это вообще 5 проволоки уже нафармлено ну конечно я и больше уношу вот и бочки выпали без бочек вообще никак нельзя еще одна ячейка свободно даже видите интересно чтобы взять такое интересное веревку наверное взять стоит вот на гости взгляну давайте сейчас на два черепа заглянем с вами так 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 аккуратнее все таки веревку надо взять все просто компотом селяемся я как это же можете на разы точнее не взять а ну подобрать на скорый момент 8 гвоздей я вообще в шоке я одного рыцаря только убил и уже восемь гвоздей получил да это мы окупаемся по гвоздям давайте-ка что лечим оленя убьем и на два черепа я вам тоже покажу что там может быть вот видите легко просто почистил путь прочищаете путь к середине и там и потихоньку всех убиваете там издалека то есть видите мне очень на что из хрон попался первый и так вот потихоньку вы идете к сундучкам ползете 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 все от вас больше ничего не требуется вот я вот к сожалению отшельника не нашел хотя может быть он где-то конечно здесь и есть просто долго искать его и мучительно так а у нас все забито ну все давать тогда конечно же конечно это это тоже проплитый конечно отшельника сложно иногда бывает так искать все ужас ух ты ребят у меня что-то с интернетом так все с интернетом нормально бывает такое давайте на два черепа тоже отправимся чтобы доказать что ремни и проволоки и проволока падают сто процентов плюс мне еще две книги фальшон выпал и мощный удар красота выпала если вы будете так вот каждый день по каждый день 56 локаций а то и больше наверное около десяти можно запросто вы не только проволокой ремни нафармите по 5-6 стаков вы еще вдобавок будете мясо фармить вы будете волчье лакомство фармить но это начну с хрон понятно вы будете оружие фармить топовая также плотная ткань овес сера гвозди кожа дофига всего веревка куча просто бочки там не не знаю семена луга ткани просто я вам это гарантирую прям конечно же кто-то на меня нападет ох ты болен ничего себе кто-то подбежал к нам так ну чем может крайбейсер взят все забираем ведь он нам он нам красоту дал ткань сера гвозди ткань серые гвозди это это наши друзья со звуком убавлю ладу учет здесь не демонстрируются заметил давайте первый судачок все-таки золотаем золотаем глянем чё там как видите я взял два стака но для того чтобы он не опьянел так смысле не то что он не пьянел чтобы он не сдох от жажды вот я пьянел были все стак мясо зафармили уже давать побыстрее сейчас все это сделаем вот эту грязь разведем вот это дружище я тебе советую всегда юзать обязательно советую беги изгнанник беги это вот они ухты из мема сделали короче эту ничего не стоит ли его вот наказать наказать я думаю что стоит ой-ой-ой-ой-ой какой жесткий парень но такой себе конечно не идеально нам дал ожидал что что-то покруче будет шипарик дали вообще-то ну как бы как бы как бы как бы ну допустим все равно вот вот такие штанишки все равно хочу когда отлично 9 гвоздей за фарма плюс еще скорость бега у нас сумасшедшие сумасшедшие изгнание просто какой-то чувствуете прям опа вот вам и кожа вот вам все остальное вижу 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 ой вот круг все удобно все есть я думаю что все таки надо что-то будет выгнать придется что-нибудь все-таки убрать выкинуть потому что видите мяско это важно это уже важная штука без нее никуда проволока 8 и мне уже наверно 10 ну примерно где-то примерно чего можно выбрать а вот сейчас у нас шипарик кончится как хорошо что мне такая скорость быстро можно быстренько все на бота добежать ладно пусть так будет я хочу шипарик вот мы сейчас добьем шипарик и добьем морген я думаю добьется же да так скорость у нас закончилась кого еще можно что по меску прям а вот там лютого был так это бот нет с ботами я не хочу играть нет иногда хочется иногда у этого по моему был кинжал фигня лучше просто палец это еще никуда не шло более-менее так можно еще получить а вот все остальное кинжал мотыга фу вот все фигня такая просто не стоит не стоит просто смотрите на меня и вы сами все увидите что надо фармить что брать а что выкидывать если вы схожи на мешком то конечно же берите все все самое необходимое вам также что-то для пыточного стула может быть вам надо вот еще сундук оказывается что-то для пыточного стула может быть вам надо там цепи свечи но свечи не для пыточного стула я понимаю ну просто как бы я так слову линии одного рыцаря люблю когда танин когда они нужны они не приходят а когда они нужны они не приходят специально а вот этой будешь брать сегодня или нет ну все замечательно стак кожи стак это лучше мясо лучше мясо все-таки взять потому что мясо ну как это сил во первых во первых это сил дружище ты должен об этом знать а во вторых но это мясо но но один из самых важных силов в игре это важно знать ну все в принципе 4 сундука вот я люблю когда 4 сундука дают так что ребят вот вот вам наглядный пример как можно полоте много подаврить бегаете значит допустим за ночным схроном до прибежали все ночь наступила ночь закончилась отправляйтесь домой ваш замок ждете ночи также готовьтесь там очищаете инвентарь и так далее вот допустим как я возвращаюсь домой все жду ночи у меня ночь будет через 40 минут все прибегать и словно три черепа ночь закончилась снова домой то есть вы на два черепа не ходите игнорить и но это уже по вашему усмотрению по вашему желанию по вашей тактике у меня так и тактика была такая целый день почти каждую ночь память ночной скром поэтому и друзья мои вот вот так вот фармить и обязательно видите 9 проволоки это один пернать это плюс одно оружие окупились далее смотрим чё еще 9 гвоздей ну это один маргенштерн и это один шипарик вот шипарик маргенштерн далее смотрим чё еще двадцать но это север во первых вот на во вторых но это овес это редкая штука на листах сила то есть так лука это подземка это север это много чё вообще ребят ткань нужно плотная ткань тоже это броня далее семена мандрагоры это настолько мандрагоры это аиса это робот но на робот и не советую это по вашим тоже желанию если но так как вы новичок я не буду вам говорить про ровную аису просто говорю это действительно из это азик такие вот важные боссы далее три бочонка это подземка это айзек это риса также селитра это бомба это взрыв это привратник это соседи на соседи не рекомендует уже ходить о 6 олова это бронза это бастах это фишон это бронзовая кольчуга ну бронзовый собрание также бастах фальшион кремесер нет это также еще бронзовый кирка бронзовый топор а это уже север береза железо и там там дальше вот все стал алхимика не буду дальше все то же самое серо и селитра это взрыв бомба терроризм так сказать будете террористами ну и в принципе все наверно да а я осколок душ это ячейки в алтаре я не думаю что сейчас все используют осколки душ для того чтобы убрать например способность пассивную нет ее за рекламу всегда можно убрать всегда ребят убирайте ее за рекламу это вам лайфхак такой горит для новичков чтобы не тратить осколки душа тратить их исключительно на открытие слотов ячеек вот вообще вот такой я думаю надеюсь познавательный ролик для вас был и да не забываем еще фармить волчьи лакомство это волки чтобы они не голодали всем спасибо за просмотр ставьте лайки за такой гайд мега для вас лайфхак вы будете много очень фармить проволоки за такие походы точно 5 стаков проволоки 5 стаков ремней да и вообще наверное стак бочек больше может два стака бочек три стака ткани и вообще много всего будет всем до скорых встреч желаю успехов пока пока а